Вы, наверное, согласитесь, что часто в нашей жизни происходят ситуации, когда мы не видим людей десятки лет, не знаем, как сложилась их судьба, и вдруг они появляются вновь в вашей жизни. Эта история, которая произошла с Амандой Скорпинати, больше похожа на сюжет какого-то драматического фильма, нежели на реальность. Сейчас все знают ее как 38-летнюю жизнерадостную, лучезарную красавицу из Нью-Йорка. Однако мало кто догадывается, через какие испытания пришлось пройти ей в жизни и какой сюрприз ждал ее спустя долгие-долгие годы. В январе 1977 года маленькой Аманде было всего три месяца от роду. Девочка получила сильные ожоги от домашнего парового испарителя и ее мигом доставили в педиатрическое отделение медицинского центра Улбани в Нью-Йорке. Там врачи сделали все возможное, чтобы спасти малютку. Была среди медперсонала женщина, которой Аманда обязана жизнью. Обычная медсестра выходила и выничала малышку, когда та находилась в больнице. Эти старые черно-белые снимки единственное напоминание о тех былых днях, когда Аманда находилась на волоске от смерти. Вследствие сильнейших ожогов лицо Аманды было сильно искажено, поэтому сверстники часто издевались и подшучивали над ней. Когда девочка прибегала домой вся, в слезах от очередной выходки других детей, она доставала эти фотографии и часами разглядывала их. Неподдельная любовь и нежность, с которыми держит молодая симпатичная медсестра, маленького ребенка, давали Аманде силы двигаться вперед и не обращать внимания на обидчиков. Ведь нужно иметь огромное сердце, чтобы с такой заботой относиться к чужому ребенку. «Надо мной постоянно издевались в детстве, ведь я вся была изуродована ожогами. Я могла часами смотреть на эти фотографии и говорить с изображенной на них женщиной, хотя я даже не знала, кто она, делится воспоминаниями Аманда». Когда Аманде стукнуло 38 лет, она решила найти ту самую медсестру со снимков. Для этого женщина воспользовалась всемирной паутиной. Разместив у себя на странице Facebook эти черно-белые фотографии, она попросила всех друзей поделиться ими в новостной ленте, чтобы ускорить поиски. Аманда кратко описала историю этих кадров и обратилась к общественности с просьбой откликнуться, если кто-нибудь что-либо знает о милосердной медсестре. Результаты поисков не заставили себя ждать. Один мужчина узнал в той молодой девушке со снимков свою бывшую коллегу. Так выяснилось, что имя разыскиваемой Сью – Сьюзан Бергер. Дальше дело оставалось за малым, долгожданная встреча медсестры и бывшей пациентки состоялась все в том же месте в медицинском центре Олбани в Нью-Йорке спустя 38 лет. Аманда и Сью не могли сдержать слез, когда увидели друг друга. «Я помню эту маленькую пациентку, как сейчас», говорит Сьюзан Бергер. «Она была особенной, вела себя так тихо и умиротворенно, совсем не так, как остальные дети, которых недавно прооперировали». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.